В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Опёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Когда в Сарове появится ФОК на заседании Дульского комитета, депутаты обсудили возможность строительства крытой ледовой арены. Религиозно-нравственное образование и воспитание православная гимназия имени Серафима Саровского отметила 10 лет со дня образования. Ослепительный поток в библиотеке имени Маяковского открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. Появится ли наконец в Сарове долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс? Этот вопрос горожане задают уже на протяжении нескольких лет. Строительство ФОКа по предварительным подсчетам обойдется в 1 миллиард рублей. Таких денег на эти цели нет ни в городской казне, ни в региональном бюджете. Необходима помощь третьей стороны и частного инвестора. Администрация ведет активный его поиск. Насколько успешно, расскажем далее. То, что городу необходим ФОК, более чем очевидно. Существующей ледовой арены не хватает всем желающим для занятий. Например, хоккеисты высшей региональной лиги команды Саров Инвест в сезон тренируются ночами, другого времени просто нет. Недостаточно часов для массового катания, а еще в Сарове нет секций для фигуристов. Безусловно, современный физкультурно-оздоровительный комплекс снял бы эти вопросы. Вот только построить его пока не получается. Стоимость работы оценивается в 1 миллиард рублей. Средств городской казны и регионального бюджета будет недостаточно. Без помощи частного инвестора комплекс не возвести. Пока мы такого инвестора не нашли по состоянию сегодня. Ведутся переговоры. Мы уже провели с тремя организациями переговоры, получили отрицательный ответ. У Владимира Николаевича есть еще две организации, с которыми он сегодня ведет переговоры. Но пока результата у нас нет. Как долго будут продолжаться эти поиски и увенчаются ли они успехом, никто сказать не может. Но уже сегодня есть инвестор, готовый построить ледовую арену в старом районе города. Еще несколько месяцев назад в Думу и администрацию на рассмотрение поступил проект крупного многофункционального центра, скрытый ледовой ареной на 600 мест, соответствующий стандартам высшей хоккейной лиги. Это будет продолжение торгового центра «Атом». Возводить сооружение предлагается на условиях муниципально-частного партнерства. Инвестор вкладывает в спортивный объект более 500 миллионов рублей и предоставляет ледовую арену для нужд города. Муниципалитет, в свою очередь, выделяет под строительство земельные участки под зданием бывшего клуба «Горизонт» на улице Силкина. Мы предлагаем, понятно, МЧП, что такое, мы отдаем, нам на этом месте вырастает продолжение торгового центра с ледовой ареной, может быть, даже и фоккей не нужен будет. Вопрос детально прорабатывается на специально созданной рабочей группе. И пока по нему нет согласованной позиции, депутаты не утверждают условия приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу Силкина, 25. Сегодня мы получили такое письмо от администрации, что мы затягиваем проект решения, принятие проекта решения прогноза на план приватизации именно по Силкина, 25, и из-за этого Силкина, 25 не могут выставить на торги. И нас все время подталкивают к тому, чтобы мы исключили эту мысль, а вообще, что эта история невозможна. Тем не менее, отказываться от возможности строительства торгового центра с большой крытой ледовой ареной депутаты не готовы. Они намерены продолжить работу в этом направлении. И по итогу заседания комитета решили направить в администрацию предложение с просьбой исключить здание посилки на 25 из прогнозного плана приватизации на текущий год. Также на совместном заседании комитета в депутаты рассмотрели вопрос индексации платы за содержание жилого помещения. Речь идет о тарифе для нанимателей жилья по договору социального найма и для тех, кто не определились с выбором управляющей компании и решением собственников самостоятельно, не установили размер тарифа. Предлагалось увеличить плату с 1 июля на индекс потребительских цен, то есть на 4,3%. Однако депутату инициативу не поддержали. Однажды вы установили размер платы, а уж вопрос индексации – это вопрос, который регулируется взаимодействием между управляющей организацией и собственниками. Отношения между управляющей компанией и собственниками жилого помещения – это товарно-денежные отношения. Вы им оказываете услуги на коммерческой основе. Не надо, пожалуйста, думать, что мы, депутаты, должны вмешаться в ваши отношения рыночные и взять на себя ответственность по установлению вам индексации ваших услуг. К другим новостям. Саровинвест занял вторую строчку в региональном рейтинге единого реестра застройщиков по итогам первого квартала 2019 года. Саровская компания сдала в эксплуатацию более 17 тысяч квадратных метров жилья. Являясь крупнейшим местным застройщиком, компания Саровинвест входит в число предприятий, лидеров строительного рынка Нижегородской области. В начале 2019 года введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов жилого комплекса «Саровская ривьера». Это более 17 тысяч квадратных метров жилья. Компания Саровинвест заняла вторую строчку в региональном рейтинге единого реестра застройщиков по итогам первого квартала 2019 года. В 2018 году компания Саровинвест в соответствии с постановлением администрации города Сарова ввела в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома. Это 3 дома в жилом комплексе «Саровская ривьера» на берегу реки Сатис и 14-этажный дом на проспекте Музруково, дом 39. Фактически в конце 2018 года компания Саровинвест ввела в эксплуатацию еще 6 домов в жилом комплексе «Саровская ривьера» в соответствии с заключениями Государственного архитектурно-строительного надзора. Таким образом, в 2018 году компания ввела в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов. Общий объем жилищного строительства составил 33 тысячи квадратных метров. Это рекордный показатель для Сарова и третье место в рейтинге строительных компаний Нижегородской области наравне с такими компаниями, как «Столица Нижний» и «Жилстрой НН». Кроме рекордных объемов ввода новостроек, высоко оценены качество застройки и благоустройство от компании-застройщика «Саровинвест». В прошлом году проект жилого комплекса «Саровская ривьера» выиграл конкурс регионального правительства в номинации «Инвестиционный проект года» в сфере жилой недвижимости. На данном этапе компания «Саровинвест» осуществляет работы по строительству набережной реки Сатис от плотины на улице Садовой до понтонного моста в районе улицы Кутузова. Когда новая набережная будет для нас доступной и станет ли она единой пешеходной зоной от Красного дома до плотины, об этом смотрите в наших ближайших выпусках. 21 мая в 5-м микрорайоне после гидравлических испытаний был поврежден магистральный трубопровод. В связи с этим горячая вода в домах по улицам Симашка, Некрасова, Зернова и Курчатова поступает без циркуляции, что повлекло понижение ее температуры. АО «Саровская теплостевая компания» сообщает, что устранение проблемы займет больше времени, чем планировалось первоначально. Работы займут не менее одной недели. Специалистам поставлена задача на ликвидацию аварии в кратчайшие сроки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. О работе для подростков расскажут по телефону. 30 мая в Нижегородской области пройдет прямая линия «Партнер». Специалисты центров занятости населения будут консультировать жителей региона по вопросу трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период. Прямая линия будет работать с 10 до 12 часов. Саровчане смогут задать свои вопросы по номеру 79220. В понедельник, 27 мая, в России стартует основной этап сдачи ЕГЭ. Первыми экзаменами, которые предстоит сдать выпускникам, станут география и литература. ЕГЭ по математике, как базового уровня, так и профильный, состоится в среду 29 мая. Завершат экзаменационную кампанию, испытания по биологии, информатике и ИКТ. Все три экзамена назначены на 13 июня. В Сарове стартовал открытый чемпионат города по бадминтону. В нем принимают участие как жители нашего города, так и спортсмены из других регионов России, в том числе Московской и Ленинградской областей. Матчи проходят на стадионе «Авангард» в молодежном центре и в спортивном комплексе «Рафиацнеев». Финальные игры чемпионата пройдут в воскресенье 26 мая. Православная гимназия имени Серафима Саровского отметила десятилетие. Торжественная церемония по случаю юбилея прошла на сцене Центра культуры и досуга в НИЭФ. Педагогический коллектив гимназии работает в направлении религиозно-нравственного образования и воспитания, в духе традиции Русской Православной Церкви. На празднование юбилея гимназии побывала наша съемочная группа. Церковно-славянский, латинский, древнегреческий язык – основы православной веры, церковное пение, православное краеведение. Помимо дисциплин основного общего образования, гимназисты изучают предметы, которые лежат в основе православного обучения и воспитания. Если 10 лет назад порог гимназии впервые переступили 16 ребят, то сегодня в ее стенах с 1 по 10 классы учатся 250 воспитанников. И от того, какие мы семена сегодня посадим, как их зарастим, такой и будет наша страна. Надо помнить и понимать, что без Святой Руси, без чистоты сердечных людей, невозможна Великая Россия. Митрополит Нижегородский Ярзаманский Георгий вручил педагогам архиерейские грамоты и благодарственные письма. Подарком для всей гимназии стала картина с изображением евангельского события. Педагоги и ученики преподнесли митрополиту колокол. Это подарок символизирует предание о том, что Саров начинался с колокольного звона. Успехи гимназистов отмечают на конкурсах и олимпиадах, а также творческих фестивалях, посвященных не только православной культуре, но и различным общеобразовательным предметам. Особые успехи ребята показывают в изучении языков. У нас православную гимназию, в которой уже 10-й год, сегодня мы отмечаем юбилей, мы просто стремятся родителям отдавать своих детей. И они говорят о том, что мы хотим быть спокойны за духовно-нравственное развитие своего ребенка. Это о многом говорит. Развита в православной гимназии система дополнительного образования, кружок по звонарному искусству, иконописи, театральная студия. Ученики гимназии продемонстрировали свои таланты гостям торжественной церемонии. В День славянской письменности и культуры в библиотеке имени Маяковского горожанам презентовали выставку. В музее книги открылась экспозиция «Ослепительный поток». Новую выставку посвятили 220-летию со дня рождения Пушкина и 130-летнему юбилею издательства Брогауза и Фрона. Подробности в следующем репортаже. Истории редких книг и их авторов, художников и издательства рассказали своим гостям на открытии выставки сотрудники музея редкой книги библиотеки имени Маяковского. В частности, речь шла об экземпляре Евгения Онегина 1887 года издания. Книга, которая открывает нашу выставку, весьма символично. Она скромна по внешнему своему виду, но при этом выпущена издательством российской словесности, которая была организована в 1811 году. «Жемчужной коллекцией» стала еще одна книга Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама», выпущенная более ста лет назад. Иллюстрацией к этому изданию создал знаменитый художник Александр Николаевич Бенуа. «Эта книга признана лучшим изданием повести Александра Сергеевича до революции. В 1914 году эта книга участвовала в выставке печатного дела в Лейпциге. В 2006 году эта книга включена в каталог книжных сокровищ российской государственной библиотеки». Помимо юбилея великого русского поэта, в этом году отмечается 130-летие издательства «Про Гауссов Рон». Это издательство известным библиофилам прежде всего томами энциклопедических словарей. Часть из них хранится в музее редкой книги библиотеки имени Маяковского. «Предполагалось выпустить всего 16-18 томов. В итоге за 17 лет было выпущено 86. И этот словарь превратился из тривиального в настоящее собрание новейших достижений науки и техники». Познакомиться с экспонатами выставки «Сияющий поток» могут посетители библиотеки имени Маяковского в течение всего лета. Вход свободный для лиц старше 6 лет. Каждый год в конце мая ученики 10-х классов школ города принимают участие в военных сборах. Ребятам показывают быт и условия службы солдат-срочников, проводят экскурсии и показательные выступления подразделения спецназа. А также дают практические навыки, которые пригодятся будущим защитникам Родины в армии. В этом году военные сборы прошли на территории Саровской дивизии. Общий войсковой защитный комплект состоит из плаща, чулок и перчаток. ОЗК надевают вместе с респиратором или противогазом, чтобы защитить организм от попадания отравляющих веществ и радиоактивной пыли. Каждый военнослужащий должен успеть надеть весь комплект за определенное количество времени. Участникам военных сборов необходимо было запомнить последовательность действий. Письма должна находиться с наружной стороны. Вот таким образом. Вот правый и вот левый. Одевая правый чулок. Самые смелые даже попробовали надеть защитный комплект самостоятельно. Десятикласснику из 11-й школы Дмитрию Юфтайкину повезло. ОЗК ему приходилось надевать на Олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности. Диме удалось одному из первых правильно застегнуть все необходимые детали. Полученные на сборах навыки старшеклассник планирует применить на службе в армии. Ученик пятой школы Сергей Миронов пока не решил, стоит ли ему начинать карьеру в вооруженных силах. Но юноша точно уверен, что служба в армии – дело полезное. Это большая ответственность. Это уважаемые люди. Хорошее здоровье – это точно. Военные сборы для старшеклассников проводятся в нашем городе с 2002 года. За несколько дней школьники получают полезные практические навыки, которые пригодятся им не только на службе в армии, но и в жизни. Они будут сильны духом, сильны телом, эмоционально будут закалены. И практические навыки. Некоторые пойдут служить в армию, кто пойдет дальше по военной стезе. И данные навыки являются отправной точкой. Будут иметь уже тот стержень, который может понадобиться в дальнейшей жизни. Как профессиональный, так и мужской, так и как член семьи и как мужчина. В первый день военных сборов будущие защитники Родины узнали, что такое строевой шаг. Попробовали разобрать и собрать некоторые детали оружия и познакомились с жизнью стрелковой роты. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!